Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. «Анапа в шоке» – в культурном шоке. Открытый фестиваль «Киношок» все больше погружает курорт в атмосферу кино и удивляет новинками. «Деревянных дел мастер» – как анапчанин превращает дерево в предметы быта и настоящие произведения искусства. «Большие игры на татами» – спортсмены со всей страны доказывают свое превосходство в Анапе на десятых всероссийских юношеских играх боевых искусств. Важные для жизни города темы поднимались сегодня на общегородском планерном совещании. Его провел исполняющий обязанности глава «Анапа» Юрий Поляков. Вновь на острие критики работа структурных подразделений администрации с обращениями граждан. Юрий Поляков потребовал прекратить лить воду в ответах людям и провоцировать тем самым повторные жалобы и обращения. «Уважаемые замы, я попрошу вас всех, внимательно вычитывайте то, что пишут ваши подчиненные. Это просто какой-то кошмар. Мы что, решили обрасти этими жалобами? Поток жалоб надо уменьшить процентов на 50. Но его можно уменьшить только правильными ответами, которые даются в жалобах. Вы меня услышали?» Поручение звучит в адрес управления ЖКХ. Навести порядок в сквере боевой славы, провести обрезку сухих веток, убрать лишнюю наружную рекламу и так далее. «Вчера определили, какие деревья будем обрезать, где досадить, где покрасить. С сегодняшнего дня Зеленстроя уже начал именно обрезку деревьев, покраска пешеходных переходов тоже с сегодняшнего дня подрядная организация будет заниматься. На вопросе освобождения города от несанкционированной рекламы Юрий Федорович остановился подробнее. От Светланы Яровой, курирующей это направление, он ждет отчет. Сколько на сегодняшний день выдано разрешений на установку рекламной продукции и какие меры принимаются в отношении нелегалов. «Сколько штрафов предъявили юрлицам? Там штраф 500 тысяч. Было ли такое? Не было. То есть вот эта работа меня очень интересует, потому что город просто завешан, просто ужас какой рекламой. На любую улицу, куда не зайдешь. Значит, ваше подразделение, дайте команду, пусть они просто занимаются своей работой». Лариса Медведева, главный государственный санитарный врач по городу Анапа, акцентировала внимание участников общегородской планерки на теме вакцинации от гриппа. «Обращаюсь ко всем. Началась прививочная кампания от гриппа. Значит, привить должен каждый 95% своего коллектива. Это не наше желание, это постановление правительства. Государство выделяет средства. Это нацпроект. Прививки от гриппа очень важны. Вы сами видите, мы летальности не имеем уже давно. Потому что только благодаря тому, что грипп протекает легко, заходя в организм». Вакцинация против гриппа проводится добровольно и без оплаты. Своевременные прививки помогают снизить порог заболеваемости почти в 10 раз. Анапчан приглашает сделать прививку против гриппа по адресам улицы Ленина, 131, кабинет номер 9 с 11.30 до 17 часов, улицы Чехова, 4Г с 9 до 11 часов, улица Крепостная, 85, кабинет номер 110 с 11.30 до 17 часов. Жители сельских округов могут получить вакцину по месту жительства на участковых медицинских пунктах. В связи с возникшей угрозой здоровью российских туристов на территории Турецкой Республики, Роспотребнадзор открыл горячую линию для консультационной помощи гражданам. По всем вопросам, связанным с расторжением договоров об оказании услуг с туроператорами, турагентами и возвратом денежных средств за несостоявшиеся путешествия, Анапчане могут обращаться за помощью в консультационный пункт по защите прав потребителей Анапского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Консультационный пункт работает с 10 до 17 часов. До 10 сентября единого дня голосования осталось чуть меньше недели. Кандидатами в депутаты законодательного собрания края по 27-му Южному округу зарегистрировано 6 человек. Напомним, «Справедливая Россия» выдвинула в округи инженера-озеленителя Сочи Владимир Янина, ЛДПР – юриста Эдуарда Семенова, КПРФ – руководителя Анапского отделения партии Виктора Тюрина, коммуниста России – директор муниципального предприятия Анапы управления ЖКХ Сергея Янина, а также в предвыборной гонке участвует действующий депутат законодательного собрания, руководитель строительной фирмы «Самовыдвиженец» Владимир Верстунин. Кандидат в депутаты Юлия Пархоменко продолжает проводить встречи с населением, рассказывая о своей программе и мерах, которые необходимо предпринять. Сегодня она встретилась с работниками северного рынка. Одна из основных проблем, которые озвучили работники рынка – трудность транспортировки товара до торговых рядов. Многие обращаются к кандидату и с личными вопросами. Они, по заверению Юлии Пархоменко, без внимания тоже не останутся. Когда ты слышишь все-таки небольшие вопросы, которые касаются дома, улицы в каком-то поселке, мы их записываем и мы обязательно их отработаем. Мы спрашиваем телефоны, когда записываем, для того, чтобы потом абсолютно в спокойном формате их доработать и рассказать вам, как мы будем двигаться дальше. Поэтому готова записать любые вопросы. А накануне у Юлии Пархоменко прошла встреча с учителями 6-й школы Анапы. Речь шла о создании комфортной среды для жителей нашего города. Для этого, по мнению кандидата, нужно активнее участвовать в федеральных и региональных программах. Строительство дополнительных школ, строительство дополнительных садиков – это достаточно затратно и это единицы, которые есть. Поэтому нам нужно говорить о том, что мы должны участвовать в федеральных и краевых программах для того, чтобы улучшать ситуацию не на 0,5%, а гораздо больше. Если мы говорим о будущем Анапы как курорта, то, по мнению кандидата, прежде всего необходимо заняться развитием коммунальной инфраструктуры. Это одна из основных точек роста города. Другие кандидаты сведения о проводимых ими встречах не предоставили. А мы напоминаем анапчанам адреса и телефоны участковых избирательных комиссий, где вам предстоит проголосовать 10 сентября, можно посмотреть на официальном сайте администрации города-курорта, а также на сайте нашей телекомпании и уточнить в территориальной избирательной комиссии «Анапская». Телефон горячей линии ТИК в Анапе 43022. Можно ли снять фильм ужасов за миллион рублей? В этом году основу конкурсной программы «Полного метра» на фестивале «Киношок» составляют работы из регионов и национальных республик. Анапский кинофорум объединил фильмы, о существовании которых не подозревают даже зрители в соседних регионах. Тем не менее, картины пользуются спросом и вполне способны окупить себя в прокате, конкурируя при этом с продукцией центральных киностудий и даже с зарубежными фильмами. А революция снизу в отечественном кинематографе в нашем следующем материале. Фильм называется «Нечисть». Четыре новеллы, связанные мелкими деталями. События происходят в период, когда, по местным поверьям, из потустороннего мира выходит разнообразная нечисть. Не менее перспективная в сценарном смысле, чем раскрученные живые мертвецы или зомби. Кино снимали с расчетом уложиться в минимальный бюджет. Продюсеры занимались режиссурой, монтажом звуковых эффектов, помогали друзья. Авторы называют работу экспериментом. С другой стороны, как рассказал один из них, в Якутии давно не снимали фильмов ужасов. В последние несколько лет на республиканские экраны выходит по 8 или 10 работ самых разных жанров. У нас есть зритель, который ждет никудские фильмы, да? Который немаловажный то, что местных ребят очень большой энтузиазм. Мы особо не сняли с большими деньгами. Как показывает практика, с нашими маленькими бюджетами, там, в миллион, в два, в три фильмы вполне могут окупаться. Именно новое региональное кино сегодня составляет костяк программы. Всего представлено 9 работ. Это новый формат российского открытого кинофестиваля. Киношок возник в начале 90-х, на волне распада Советского Союза. Тогда в каждой республике было минимум по одной кинофабрике. В России до определенного момента кинопроизводство сохранялось лишь на нескольких центральных студиях. Образовался вакуум, который сегодня и пытаются заполнить регионалы. Ну и слава богу, надо же все-таки в конечном итоге за Урал-то идти. Конечно, надо осваивать Сибирь, чтобы там киностудии образовывались. В Новосибирске, по крайней мере, Академгородок, научный великий центр в Сибири. Ну и Красноярск, потрясающее место. Киностудию надо туда переносить, не в Европу. Я знаю, как ее найти, правда. У меня теперь все другое. Жизнь другая. И я другая. Кула! Откуда только не писали с любовью. В этот раз из Уфы. Фильм «Из Уфы с любовью» сняли в основном на республиканский грант. Кроме того, помогли спонсоры. Необходимо было укладываться в бюджет 5 миллионов рублей. По сценарию молодой человек ищет семейную реликвию, по пути находит любовь. Им, говоря образно, самого себя. Статистика говорит о том, что зрительский запрос на подобные истории есть. От этой команды, от этого проекта не ожидали такого выхода, такой реакции публики. И мы сами первое время были немножко даже удивлены. И до сих пор удивляемся, потому что у нас в Уфе картина идет, ну, уже практически полгода. С экранов не сходит, с городских. Специалисты, наверное, поймут, что несколько дней наша картина была лидером по России, по наработке на копию. Даже и обошла «Форсаж-8», который как раз и выходил в это время. Такая революция снизу – прямое следствие революции цифровой. Если лет 10-15 назад камера для съемки полноформатного видео была доступна только крупным студиям, то сегодня такой комплект можно купить за вполне доступные деньги. Кроме того, появились бесплатные аналоги программ для цифровой обработки. У оператора Владимира Климова за плечами порядка 50 фильмов. На фестиваль он прилетел со смешанными ожиданиями. Лет 7 назад работы дебютантов на одном из кинофорумов ему не понравились, но сейчас надеется, что уровень повысился. Региональным студиям очень трудно, как бы сказать, выйти на должный уровень. Поэтому, конечно, только талант можно спасти. Потому что все-таки современное кино – это во многом технологии. Тем временем в Бурятии разрабатывают дорожную карту или план развития кинематографа в самой республике, а также в соседних регионах до Забайкалья. Ее представят здесь, на киношоке, в рамках «Круглого стола». Региональные власти кино поддерживают, но денег не дают. Снимают в основном на свои. В этом году удалось выпустить сразу два фильма. Детский – про приключения в летнем лагере на Байкале. Второй – для взрослой аудитории. Ребят, подвяжите до турбазы, пожалуйста. Стоп, снято! Стоп, снято! И снова на Байкал. Кинокомедия в стиле стендап. На экране знакомые лица. Вы живете в таком месте, где самый чистый воздух, самая чистая вода и самые чистые люди. Бюджет фильмов, которые снимают в Бурятии, порядка 15-20 миллионов рублей. Пока прокат в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам продюсера Александра Циренова, кино, снятое в регионе, сегодня вполне может быть бизнес-проектом. Мы очень долгое время занимались КВНом. У нас в регионе все, кто занимается кино, мы все КВНщики. Выходцы из КВНа. Играли в разных лигах, покатались по России. Какой-то опыт получили. И в какой-то период времени решили попробовать. Попробовали, получилось. То есть на уровне региона оценили. Соответственно, начали развиваться. И уже 7 лет развития идет. Я думаю, что уже в ближайшее время мы придем к тому, что будет 100% реально настоящая профессиональная кино. Киношники говорят, что одной из главных проблем остается то, что крупные сети неохотно берут в прокат фильмы без известных актеров. А если и берут, то не вкладываются в рекламу. Однако работает так называемое сарафанное радио. Если киношок станет площадкой и элементом нового движения, можно сказать, что фестиваль получит новый импульс для развития, а кинотеатры – новое российское кино, как уже полноценную замену утерянному советскому. С начала года в Анапе было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В целях профилактики 4 и 5 сентября прошли краевые дни безопасности дорожного движения, во время которых сотрудники ГИБДД совместно с ОПДН посетили городские и сельские школы. С детьми провели беседы и напомнили о правилах дорожного движения в форме занимательной викторины. Дети с живым интересом отвечали на вопросы о правилах поведения на дороге. Артема по ДД регулярно напоминают родители, однако признается, что и сам делает наблюдение по пути из дома в школу. Когда я выхожу всегда и иду в школу, я вижу, когда люди переходят в дорожное движение, остаются велика и посмотрят по сторонам и переходят. Если машины едут, они стоят. И еще я видел, когда там тетя пошла на красный цвет пешехода. Пока машины не было, она пошла на красном цвете. А я всегда прихожу на зеленом. Цель данных мероприятий – довести до детей элементарные правила дорожного движения, напомнить им их еще раз после того, как они вышли с каникул и в дальнейшем продолжают обучение, чтобы они могли применять их на практике. Акции проводятся каждый год. За два дня сотрудники Анапского отдела ГИБДД посетили более 30 школ. В завершении детям вручили специальные памятки. В них описаны основные правила для пешехода, а также совет родителям – приобрести на одежду и рюкзак своего ребенка светоотражающие наклейки, чтобы он был заметен водителем издалека. Хорошему мастеру, как известно, ничего не мешает. Если он мастер настоящий, то точно знает, как удивить. На краевой сельскохозяйственную выставку в этом году своей работой повезет Александр Павлович Болдырев. Его изделия уникальны и сами по себе, и потому, что сделаны из пород деревьев, произрастающих в садах и на улицах Ханапского села Юровка. Зайти к мастеру в гости всегда необычайно интересно, тем более в такой дом, где все сделано умелыми руками. Бывший начальник управления культуры из маленького сибирского городка уже 10 лет как живет на Кубани, и всякий раз, когда он привозит свои изделия на краевую выставку или в атамань, у его рабочего стола собирается уйма народу. Его работы источают дивные фруктовые ароматы. Уезжая из лесного края, мастер и не подозревал, что найдет в Юровке столько материала для работы. Красоту дерева можно всегда найти. Это просто срез шелковицы. Оставив какие-то элементы, маленько проточив, получилась вот такая ваза. Любой пенек или спил имеет ценность для мастера. Материал очень интересный. Это акация, или еще здесь ее называют глядичья. Она позволяет точить тарелки большого размера, причем они не лопаются. Это вот точилось буквально из сырого материала, когда летели брызги. Ну, маленько подсохли, потом доделка. Результат вот такие большие. Были еще больше, но меня их забрали. Тарелки из ясеня. Тоже материал очень интересный, правда. Мне досталось его немного. Когда я обнаружил, что стоят уже пни, с этих пней нарезал пластин, и вот с пластин получились вот такие тарелки. Александр Павлович несколько лет возглавлял Центр народного творчества. Сам учил и учился у умельцев. Мастерская во дворе не простаивает. Она дает душе умиротворение, а людям радость. К тому же работа с кубанским деревом каждый раз открытие. Из шелковицы такое дерево. Сначала оно желтое, а потом со временем становится коричневый шоколадный цвет. Ну, это надо, чтобы оно на свету полежало. Я сначала не знал. Сделал, казалось, красиво, желтая шкатулка. Все. Прошло время, она стала натуральна, что такого черного. Без всякой морилки, да? Да, без всякой морилки. На полках мастерской заготовки, что называется, из сада-огорода. Но на выставках в это никто не хочет верить. И все равно расспрашивают о том, сколько же пород кубанских деревьев он использует. Вот хотелось бы еще что-то. Что у вас есть? Я говорю, пожалуйста, 20, даже больше. На выбор. Запиши, Саша. И все, давай перечислять, начиная от кедра. У меня кедровые были, значит, тарелки. Дальше акация, шелковица, дуб, ясень, клен, значит, ива, тополь. Потом дуб. А фруктов? Можжевельник, яблоня, груша была. Дальше абрикос. То есть... Из всего можно? Все у меня, вот на столе все было. Так что говорю, пожалуйста, выбор большой. Какое дерево интересует? К рукоделию такому у людей интерес неподдельный. Не каждый день увидишь, как из бересты рождается туйсок, например. А в доме у болдырев такие работы служат полезные домашние утвари. Сделанные с любовью, они и в доме покупателей поселятся для здоровья. А еще, как хорошее напоминание, что возможностей для развития у человека всегда множество. И новости спорта. С 3 по 18 сентября в спортивном комплексе «Лок Витязь» проходят 10-е юбилейные открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств. В этот раз на соревнования прибыли более 5000 участников со всех уголков страны. В церемонии торжественного открытия приняли участие представители городской администрации, молодые спортсмены, их наставники, а также руководители спортивных федераций. Вы в этих соревнованиях, в этом спорте есть замечательные мастера, замечательные тренеры, которые воспитывают нашу молодежь, удаляют ее от улицы, сплачивают ее, делают ее здоровыми. И самое главное – это будущее нашей Родины. На играх представлен 21 вид спорта. Среди них такие популярные направления, как кёку-синкай, тэквондо, тайский бокс и многие другие. Илья Леонтьев приехал из Чебоксар. Кикбоксингом занимается более пяти лет. И здесь, уже в первом бою, одерживает уверенную победу. Готовились долго. Соперников весит 12. Буду стараться, буду за первое место биться. Программа соревнований включает в себя не только бои, но и ряд культурных мероприятий. Это возложение цветов у памятника воинам-спортсменам, которые участвовали в Великой Тесныне. Потом у нас есть площадка «Наши рекорды». И много федераций будут проводить открытые уроки и на берегу, и здесь, на стадионе. В состязаниях также примут участие анапчане. Это воспитанники 3, 4 и 5 спортивных школ. Какое место займет Анапа в турнирной таблице, покажет время. Соревнования продлятся до 18 сентября, а уже 19-го подведут итоги и наградят победителей. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски ганноверский «Экстра» 209,90. Любительская «Тавровская» 229 рублей. Колбаса вареная ветчинная 219 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 6 сентября в Анапе ожидается переменная облачность. Днем и вечером возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Ночью прохладнее – 12 выше 0. Ветер переменный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова